здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного пособного хозяйства и сегодня поговорим об уходе за клубникой весной какие же работы необходимо сделать в первую очередь во первых это обработка клубники от болезней многие совершают ошибку и начинают обрезать старую пожухлую листву до обработки но совершают ошибку так как обрезая старые листья споры различных заболеваний разносятся по участку поэтому перед тем как приступать к обрезке старой листвы проведите обработку клубники фунгицидами весенний период пока еще не начался рост можно использовать для этих целей медсодержащие препараты даже в сильной концентрации можно использовать опять же бордосскую жидкость также как для обработки сада или препарат азофос пока не начался активный рост новых листочков использую трехпроцентный раствор если уже вегетация началась вы весной не ездили на дачу пропустили сроки то используйте однопроцентный раствор препаратов после того как обработка сделано можно приступать к обрезке нужно удалить все засохшие старые листья засохшие цветоносы если остались усы на грядке то их также удаляем чтобы не было загущения в общем проводим очищающие работы на нашем ягоднике весной также появляются на грядке различные сорняки их мы естественно пропалываем и выбрасываем на компостную кучу после того как грядки приведены в порядок сорняки очищены листва обрезана нужно приступать к подкормкам что же можно использовать в качестве подкормки весенний период когда начинается рост появляются молодые листочки можно подкормить клубнику азотными удобрениями есть это ранняя весна еще почва холодная можно использовать опять же аммиачную селитру если уже почва прогрелась рост клубники начался то используем другие азотные удобрения например карбамид который уже действует при температуре почвы от плюс 15 градусов удобрение можно вносить как в сухом виде так и готовя раствор если используете удобрение в сухом виде вносим примерно 30-40 грамм на квадратный метр и обязательно заделываем удобрение в почву чтобы азот не испарялся если делаем водный раствор удобрений добавляем такое же количество удобрения на 10 литров воды и проливаем грядку если клубника посажена просто в почву без каких-либо укрывающих материалов то разумнее и легче использовать сухое удобрение если же клубника посажена на черном спонбонде сухое удобрение неудобно вносить лучше использовать водный раствор удобрения но удобрение не всегда обязательно применять если вы осенью вносили большое количество органики перепревшего навоза либо компоста мульчировали весь ягодник то подкормку азотом можно и пропустить питания клубники хватит из органики существуют также различные способы и схемы подкормки клубники можно использовать как азотное удобрение весной затем вносить с преобладанием калина фосфорная для хорошего цветения и образования ягод а можно использовать весной сразу комплексное удобрение в нем содержится необходимо азот фосфор калий а также микроэлементы для клубники вносим также из расчета 30 40 грамм на квадратный метр и заделываем в почву если в вашем регионе весна сухая не было дождей и почва естественно также будет сухой то перед внесением удобрения обязательно пролейте почву чтобы она стала влажной и удобрение не навредили нашей клубники весной как только клубника подкормлена и листья обрезаны проведены обработки многие стремятся ее скорее замульчировать соломой либо сеном чтобы не нарастали сорняки однако не следует слишком спешить ведь почва еще холодная если накрыть ее слоем соломы либо сена она будет долго прогреваться и клубника вступит в плодоношение примерно на две а то и три недели позже нужно вначале чтобы почва прогрелась а только после этого мульчировать ее соломой либо сеном обычно я произвожу такие работы фазу бутонизации когда появляется бутоны на клубнике тогда провожу еще одну прополку и мульчирую посадки соломой вот таким образом я ухаживаю за клубникой весной возможно и вам пригодятся мои советы спасибо за внимание до новых встреч